Ну а теперь время для уже традиционной дискуссии в подробностях недели с депутатами. Давайте с ними подведем итоги вот такой парламентской недели. В студии у нас Алена Шкрум, народный депутат от Батькивщины. Здравствуйте, Алена. Доброго вечера. Спасибо, что пришли. А на связи из Одессы Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко. Алексей, здравствуйте. И вам спасибо, что вышли на связь. Давайте с вас и начнем. И раз уж вы у нас включаетесь из Одессы, не расскажете ли вы нам, не откроете ли большую тайну, Куда пропал мэр Одессы, Геннадий Труханов? С конца декабря он постоянно себе продлевает отпуски. Что с ним случилось? Все ли в порядке? Переживаем очень. Для меня это, честно говоря, тоже тайна. Пока все выглядит как в мультфильме. Он улетел, но обещал вернуться. Ждем-с. Алексей, вам не кажется, что это немного легкомысленный ответ, извините, как для народного депутата? Все-таки Геннадий Труханов возглавляет один из самых крупных городов Украины. И, получается, уже полтора месяца этот город остается без присмотра. Алексей, это еще и мой родной город, поэтому, поверьте мне, меня эта ситуация очень и очень беспокоит. Но, знаете, ищет пожарный, ищет милиция, ищет, не может найти. Что мне сказать? Я, к сожалению, как народный депутат, не могу его найти. Я только надеюсь, что он в ближайшее время появится на рабочем месте. Конечно, миллионный город не может жить без мэра. Понятно, хорошо. Ну, вам не кажется, что уже вот какой-то вирус у нас, политикум наш, охватил? Мэры городов позволяют себе месяцами не выходить на работу. Где-то скрываются в своих отпусках, непонятно от чего. Народные депутаты тоже не могут похвалиться большой работоспособностью. Вы в этом месяце проработали ни шатка, ни валка. Вместе будет около полутора недель. Вот таки и снова на две недели уходите на... не будет пленарных заседаний. Вам не кажется, что с такими темпами до лета вы не выполните даже 10% от обещанных законов, не успеете рассмотреть? Более того, вы абсолютно правы, а посмотрите на качество работы на этой неделе. Мы осудили Ким Чен Ина. Мы 150-летие Леси Украинки приняли постанову. Ну, несколько еще законов и все. Потому что у нас очень многие депутаты в Вашингтоне завтракают. Кто-то у нас еще, наверное, где-то ужинает. А в итоге у нас в Верховную Раду не ходит достаточное количество депутатов, чтобы мы могли принимать серьезные решения. Я надеюсь, что в ближайшее время это закончится и депутаты все-таки появятся на работе. Хорошо. Но чем они займутся на работе, если появятся, поговорим и с вами, и с Аленой немного далее. Алена, вопрос теперь к вам. Вы как оцениваете эту неделю? Насколько она была продуктивной? И что ждать вот такими темпами? Повторю вопрос, заданный Алексею. Вопросов море. Ну, давайте начнем хотя бы с кадровых. Зависло уже очень много. От главы Нацбанка до центра Сбиркома. Когда это может все сдвинуться с мертвой точки? Ну, этот недень, на жаль, есть симптоматичным. Потому что, когда нет коалиции, в коалиции нет 226 больше года, то, конечно, если там 30 людей или 40 людей из коалиции летят на снеданок молитовный кудись, то голосов вообще нет, голосов не хватает и не будет хватать. Ну, это симптом хвороби, полной безответственности и вакуум управления государством. Потому что не только пан Труханов полетел и обещал вернуться, его не может найти пан Гончаренко, не может найти коалиция, не может чемусь призначити новые выборы, не может звольнити. Ну, это все брехня, конечно, это можно делать. Не только пан Труханов и мер Одесса. У нас нет пані Гонтаревой на посаде уже больше лет, и она почти год в отпуске. Ну, пані Гонтаревой это не посада, у нас главы нацбанку. У нас нет министра информационной политики, у нас нет министра аграрной политики, у нас нет нового склада ЦВК, у нас нет нового легитимного... Аудитор на бот Верховной Ради провисает только что... Ну, окей, легитимного склада немає рахунковой палаты. Тобто, очень важливые органы, вообще не заполненные, это тотальный вакуум управления государством. Ну, это говорит про то, что коалития поделила 917 млрд грн бюджету, проголосовала за 917 млрд грн бюджету, поделивших их, проголосовала за керевую посаду, взяла на себя и мает взяти ответственность в стране, а при этом ответственности нет. И нет даже у кого спросить про проблему с гривнью, про проблему с бюджетными насходениями, про коррупционные злодиения, потому что рахунковая палата не работает. Ну, это уже тотальная такая культура, на жаль, без ответственности, в том числе коалитии, это страшная речь. Спасибо, Алёна. Давайте узнаем, понимают ли это члены коалиции. Алексей, вот смотрите, со стороны вот такая череда незаполненных вакансий, она может говорить о двух вещах, ну, по-моему. Или о том, о безалаберности коалиции Верховной Раде, которая, в общем-то, наплевательски относится к управлению страной, или о том, что это кому-то выгодно. Объясните, пожалуйста, расставьте точки над «и», где правда. Ну, во-первых, отреагирую. Алёна так рассказала, пламенно, действительно. Только есть один нюанс. Лидер Батьевщины Юлия Тимошенко там же на завтраке, и на январской сессии её тоже что-то не было видно. Таким образом, её тоже с конца декабря на рабочем месте нет. А теперь, что касается того вопроса, который вы задали. И по поводу коалиции, и по поводу всех этих кадровых вопросов. Безусловно, коалиция, в первую очередь, и весь парламент, потому что это вопросы не только коалиции, и аудитор НАБУ, и счётная палата, и Нацбанк. Это не только вопросы коалиции, это вопросы всего парламента. У нас у всех большой долг. Перед страной мы должны как можно скорее заполнить все эти вакансии, которых сегодня уже стало очень много, я бы сказал, критически много. Поэтому так хочется перейти к плодотворной, продуктивной работе. Алексей, я не устаю из программы в программу напоминать депутатам от коалиции ещё об одном вашем долге – пенсии военным пенсионерам. С декабря тянется этот вопрос. Когда он наконец-то решится? В ближайшее время мы рассчитываем получить уже законопроект, который мы сможем в конце февраля проголосовать. И это на самом деле очень злободневный, вопиющий вопрос, потому что получилось, что эта группа людей осталась в стороне от повышения пенсии, которое произошло в конце прошлого года. И это, конечно же, совершенно никуда не годится. У меня тоже масса обращений от людей, и мы требуем от правительства как можно скорее решить эту проблему. Алена, вы верите, что в ближайшее время будет принят закон, который с коалицией брать на себя ответственность? Ні. А чи будем мы намагаться хотя бы социальные вопросы прийняти, и для військовослужбовцев вопросы прийняти, не говорячи про антикорупционный суд, на котором наполягают международные партнеры уже больше года? Ну, я сподіваюсь, что достаточно здорового глузда это сделать. Но я просто не хочу, чтобы глядачи вели на эту маніпуляцию, что там опозиция тоже, например, иногда не ходит на работу. Юлия Володимировна, как лидер зараз, ну, в принципе, найпопулярнейшей политической партии за социологическими досліджениями, мает встречаться, в том числе, с представниками Белого дома в США. Насправді, с подручника политологии и социологии, опозиция главную функцию несет. Это контроль за владой. Ну, что хочется сказать, выслушав и вас, Алексей, и вас, Алена, ненормальных ситуаций в нашем парламенте, к сожалению, по-моему, больше, чем нормальных. Спасибо вам за этот разговор. Алексей Гончаренко на прямой связи из Одессы был с нами в студии Алена Шкрум. Спасибо вам за то, что здесь, Алена, еще раз.